Самое мистическое место Самарской области – Жигулевские горы. На карте видно, что Волга огибает массив Жигулей по часовой стрелке. Этот участок реки, Самарская лука, представляет собой почти замкнутую петлю. И исследователи сравнивают его с электромагнитным контуром. А значит, полагают они, в центре контура возможно появление какого-то поля, пусть и неведомой нам природы. Местные жители рассказывают, иногда над Жигулевскими горами появляются миражи или распахиваются так называемые временные окна. Отмечается, что люди видели такие видения в виде церквей, китиш, град такой необычный, который возникал из ниоткуда и также никуда и пропадал. Также были отмечены случаи, когда люди, допустим, выходили в Зольном, уходили, и практически им казалось, что они где-то были недолго, может быть час-два, а возвращались спустя три дня. По мнению уфологов, подобные окна распахиваются над Жигулевскими горами регулярно. Первое упоминание относится к X веку, когда здесь побывал арабский путешественник и летописец Ибн Фадлан. Он сделал вывод, что для местного населения картина в небе – заурядное явление. Голландский путешественник Арнелиус де Бруин своими глазами наблюдал мираж 12 мая 1703 года, когда проплывал мимо Самары. Сообщения о висящих над Волгой загадочных объектах, городах, замках можно найти у писателя-этнографа Леопольдова, жившего в XIX веке. Что касается самарцев, то они к вероятности существования НЛО относятся скептически. Ну я теперь знаю, куда что можно в Жигулевске посмотреть. Нет, мне как-то не повезло туда попасть. Ну если вдруг, то я сообщу. Слышала, мы там даже были в селе Аскулы, искали там НЛО. Кроме поля ничего не нашли. Ну это интересно, наверное, для привлечения туристов, но как бы не верим. Ну это как сродни городским легендам, мне кажется. Нет, не верю. Очень интересно. Но я ни разу не видел. Ну я был, конечно, на Самарской луке, видел пару звезд падающих, но ничего похожего на НЛО я не видел. Да нет особо, слава богу. Ну считаю, что это не доказано и скорее всего такого нет. У нас достаточно в этом, я думаю, сфере развита, вот это, как оно называется, прием сигналов каких-либо, мне кажется, уже об этом знали. Самарские уфологи, изучающие таинственные явления, открыли в Жигулевский музей уфологии. Он разместился в музейно-выставочном комплексе «Жигулевская мозаика». Здесь собраны материалы об аномальных явлениях, происходящих в Самарской области. Представлены информационные стенды, макеты снежного человека, инопланетянина и летающие тарелки. Это один из залов Жигулевской мозаики, посвящен он уфологии. Открыт благодаря тольяттинским энтузиастам, которые занимаются данной непризнанной наукой. Здесь представлены у нас такие карты с аномальными зонами, которые встречаются по всей Самарской луке. Самарская лука, здесь даже отмечено Тольятти. Вот видите, у нас здесь тарелки, это значит, там видели какие-то неопознанные шары, круги на полях, возможно, даже тоже бывали в этих местах. По мнению уфологов, сотни миллионов лет назад на территорию нынешней Самарской луки упало крупное небесное тело. После его удара поднялись Жигулевские горы, а Волга, изменив русло, стала их обтекать. Метеорит привез сюда много полезных ископаемых, в том числе рядкоземельных металлов. Эта геомашина генерирует целый сгусток силовых полей – электромагнитного, гравитационного, биологического. И если бы какая-то развитая внеземная цивилизация захотела обустроить на нашей планете базу с приемопередающим устройством, лучшего места, чем Самарская лука, по мнению уфологов, ей было бы не найти. Виктория Шарая, Сергей Баскин, Валерий Майоров. События.